Издательство Бомбора. Океан книг. Голос этой книги Виктор Бабков. Еспер Юль. Детская агрессия. Что стоит за деструктивными эмоциями и как развивать в детях эмпатию? От автора. Педагогов, психологов, терапевтов, а также родителей. Это началось около 15 лет назад, когда я заведовал персоналом учреждения для так называемых трудных детей. В работе с рядом воспитанников возникали затруднения, и таким детям давали следующую характеристику. Это Джон, и у него проблемы с агрессией. Услышав подобное заявление несколько раз, я не удержался от вопроса, что что у него, потому что этот квазидиагноз был мне незнаком. В ответ мне просто повторили диагноз, а когда я попытался выяснить подробности, собеседник потерял терпение и сказал, он агрессивен. Я ответил вопросом на вопрос, а чья же это проблема, но на меня махнули рукой. То, что было очевидно другим, оказалось новостью для меня. Когда мне в следующий раз предъявили этот диагноз, я поинтересовался, а кто-нибудь спросил его, в 95% случаев речь шла о мальчиках, на что или на кого он злится. На меня посмотрели ошеломленно, пролистали отчеты и отрицательно покачали головой. Самые очевидные вопросы никому не пришли в голову. Постепенно познакомившись с биографиями этих мальчиков и девочек, я удивился тому, что они каким-то чудом еще никого не убили. За свою короткую жизнь им пришлось вытерпеть пугающую жестокость от родителей, отчимов, мачех, бабушек, дедушек и учителей, но их заклеймили потому, что они, видите ли, агрессивно ведут себя в социуме. Эти дети не проявляли жестокость в традиционном смысле слова. Они не кидались на педагогов или терапевтов с дубинками, ножами или кулаками. Они просто обзывали и толкали некоторых своих товарищей по несчастью, когда не оставалось сил терпеть. На самом деле они контролировали себя гораздо лучше, чем многие взрослые, доведенные до ручки. Лечить их от агрессии все равно, что пичкать больного с тяжелой пневмонией сиропом от кашля, не назначая при этом антибиотиков, или пытаться вылечить человека от любой другой нормальной эмоции, влюбленности, счастья, грусти или скорби. Подобные отношения со стороны профессионалов — это то же самое пренебрежение, которое изначально послужило источником злости и фрустрации этих детей и подростков. В некоторых странах профессиональное пренебрежение находится на одном уровне с родительской безответственностью. Однако официальные данные этого не отображают. Они лишь показывают растущее число детей с особыми потребностями, проблемами поведения или социальной некомпетентностью. Эту статистику составляют те же профессионалы, что грешат халатным отношениям. Недавнее датское исследование 2012 года, в котором дошкольникам впервые за всю историю социологии позволили высказаться, показало, что 24% мальчиков некомфортно в детских садах и других дошкольных учреждениях. Это число подтверждается их воспитателями, в основном женщинами, которые заявляют, что 22% мальчиков входят в группу риска из-за плохого поведения. Почти четверть наших детей получают подобное клеймо в возрасте от 3 до 6 лет, и я уверяю вас, что лишь малая талика этих мальчиков является жертвами пренебрежения и насилия в семье. Это скандал национального уровня в системе, которую ставят в пример другим странам. На мой взгляд, нам требуется осознать, что мы ступили на очень скользкую дорожку, а затем найти способы конструктивно решать проблемы агрессии, пока последствия не коснулись многих. «Мы тебя понимаем. Мы правда понимаем. Только прекрати злиться». Такие слова из поколения в поколение транслируются десяткам тысяч детей и подростков, столкнувшихся с пренебрежением и жестоким обращением. В рамках терапии их произносят даже профессионалы, которые вроде бы должны что-то понимать. «Это злит уже меня». «Я понимаю, почему многие родители так делают, и при малейшей возможности стараюсь переубедить их. Но профессионалы...» За последние 15 лет тенденция дискриминировать озлобленных и фрустрированных детей распространилась на ясли, детские сады и школы, и теперь она достигла такого уровня, что на агрессию наложили табу. Похожим образом, когда-то была табуирована и подвергалась моральному осуждению вместо профессионального или хотя бы человеческого понимания сексуальность. Новая табу может быть даже опаснее, чем в ситуации с сексуальностью, когда людей лишали удовольствия или близких отношений. Оно опасно для психического здоровья детей, их самооценки и социальной уверенности в себе. При подготовке этой книги я пытался обнаружить научное обоснование нежелания осмысленно решать проблему агрессии у детей, но нам не удалось ее отыскать. Я наткнулся на теории, где либо примеры были высосаны из пальца, либо авторы не различали агрессивных взрослых и детей, как и не предлагали другого способа борьбы с агрессией, кроме морализаторства и профилактики. Покойный британский педиатр и психоаналитик Дональд Винникот был исключением из правила, вероятно, потому что он много знал о детях и их развитии. Так откуда же пошло это табу, если не от конкретного человека или теории? Я попытаюсь дать ответ на этот важный вопрос в книге. Я также постараюсь провести четкую грань между деструктивной и конструктивной агрессией, поскольку не сомневаюсь в существовании их обеих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok